мои дорогие мой подписчик попросил меня осветить тему перекиси вену а я хочу немножечко сразу вам сказать о том что перекись в моем самоисцеление это самое главное то есть если бы не перекись я бы тут перед вами и не сидел уже наверно с моей точки зрения перекись полезна во всем и в заживлении ран и толстый кишечник и пить ее хорошо и внутривенно отлично то есть эта вещь которую я постоянно покупаю у нас стоят огромные запасы и и большие точнее да теперь по поводу вены я отвечаю именно своему подписчику чтобы я ему давал слово что я сделаю это видео я собирался делать внутривенно и даже разговаривал с приятельницей которая работает медсестрой но в последний момент я решил переиграть этот момент потому что все что связано с сосудистой системой тем более с крупными венами есть серьезная опасность сдергивания пускай небольшого но тромба и не то что я боюсь я собственно говоря в этом плане уже ничего не боюсь но мне так кажется что могло произойти бы что угодно но первую очередь я отказался не по причине того что я стал бояться этого вопроса а по причине того что она отказалась это делать к тому же у меня есть очень хорошее правило если ты не можешь делать что-то постоянно то не надо этого делать поэтому я понимал что я не буду постоянно протыкать вену и не буду этого делать отличный заменитель капельниц это конечно когда вы делаете клизму с перекисью там очень много венозных окончаний и соответственно вы отлично можете оно отлично поступает в вену очень быстро многие говорят что даже лучше чем если вы делаете капельницы в вену поэтому я за клизмы с перекисью понятно что медсестры не нужно для этого нет если у вас есть хорошенькая медсестра и она хочет вам делать клизмы с перекисью Настя смеется но нам никто не делает мы сами делаем поэтому я считаю что клизмы лучше на сегодня все друзья мои